Дорогие мамочки, я очень рада вас съездить в гостях у доктора Алены. И сегодня мы с вами поговорим о природной профилактике и лечении простуды и насморка у детей. И мы пригласили к нам в студию доктора-педиатра Алисю Путузову. Встречайте. Ребенок появляется на свет, и с первого дня его жизни мама хочет обеспечить ему защиту и самый лучший уход. Одним из важных моментов является гигиена полости носа. Объясню почему. У младенцев очень тонкие носовые ходы, всего один миллиметр, поэтому любой, пусть даже самый небольшой насморк или образовавшиеся корочки, сразу же выключают носик из процесса дыхания. Из-за этого нарушается или прекращается также и нормальное сосание, потому что для этого необходим чистый и работающий нос. Именно поэтому очень важно ежедневно проводить гигиену полости носа. Для этого педиатры рекомендуют использовать аквамарис для детей, который давно зарекомендовал себя как надежное и действенное средство с высоким профилем безопасности. Ежедневная гигиена маленьких носиков с помощью аквамарис для детей способствует удалению корочек, слизи, пыли, аллергенов, бактерий, вирусов из носовых ходов. К тому же такая регулярная процедура стимулирует естественный механизм очищения и защиты. И это неудивительно, ведь все препараты семейства аквамарис созданы на основе натуральной морской воды, содержащей полезные и необходимые организму минералы и микроэлементы. Примечательно, что при производстве препаратов аквамарис отсутствует электролиз, ультрафиолетовое облучение и термическая обработка. Это очень важно, потому что для очистки воды используется только бактериологическая ультрафильтрация, что позволяет сохранить все полезные свойства природного лекарственного средства. Итак, что же входит в состав препаратов аквамарис? Во-первых, это магний и кальций. Они активируют функции мерцательного эпителия, поверхностного слоя слизистой оболочки, который снабжен специальными ресничками, чьей функцией является удаление из полости носа слизи, вирусов, бактерий и инородных частиц. Также здесь содержатся цинк и селен, которые стимулируют выработку специальных веществ, отвечающих за иммунную защиту, лизоцимы, интерферонов и иммуноглобулинов. А йод обеспечивает антисептический эффект, предупреждая возникновение воспаления. Аквамарис для детей можно использовать с самого рождения, что делает его незаменимым помощником в уходе за малышом с первых дней его жизни. Если у ребенка выраженный насморк и ему уже исполнилось 3 месяца, для лечения профилактики насморка вы можете воспользоваться другим средством Аквамарис Бэби. Его флакон оснащен специальным анатомическим наконечником, приспособленным для маленькой ноздри ребенка. Раствор натуральной морской воды под давлением, бережно вымывает слизь, содержащую вирусы и бактерии из носика ребенка, и восстанавливает носовое дыхание. Кроме того, Аквамарис Бэби защищает и восстанавливает слизистую оболочку носа, сокращая длительность респираторных заболеваний и предотвращая возникновение осложнений со стороны ушек и придаточных пазух носа. Аквамарис Бэби сделан из воды Адриатического моря и не содержит химических добавок и консервантов, благодаря чему имеет высокий профиль безопасности. К сожалению, несмотря на все наши предосторожности, закаливания, частые прогулки, здоровое питание и режим дня, еще ни одному ребенку не удалось избежать насморка. По многому поэтому большинство мам относятся к выделениям из носа малыша спокойно и даже не видят необходимости обращаться к доктору. Нередко, на слушании советов опытных мам, молодые родители начинают закапывать в нос ребенка свекольный или морковный сок, раствор алоэ или даже грудное молоко. А ведь насморк вовсе не так просто и безобиден. При отсутствии правильного лечения он может стать причиной осложнений, например, атита, это воспаление полости уха, или синусита, то есть вовлечение в воспалительный процесс придаточных пазух носа. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо своевременно обратиться за помощью к грамотному доктору, который назначит комплексное лечение. Если ребенок достиг уже двухлетнего возраста, для облегчения насморка и удаления слизи из носовых ходов можно использовать следующее средство – аквамарис норм. Аквамарис норм для взрослых и детей с двух лет назначается как с лечебной, так и с гигиенической целью. Благодаря непрерывной струе раствора под давлением, аэрозоль аквамарис вымывает даже вязкую густую слизь вместе с вирусами и бактериями, способствуя восстановлению проходимости носовых ходов и облегчению дыхания. Микроэлементы морской воды оказывают антисептическое действие, активируют местный иммунитет и восстанавливают слизистую оболочку полости носа. При использовании аквамарис норм повышается терапевтическая эффективность лекарственных средств, которые наносятся местно на слизистую оболочку полости носа и сокращается продолжительность респираторных заболеваний. Аквамарис норм снижает риск формирования осложнений со стороны уха и придаточных полостей носа. После проведения плановых операций на полости носа ребенка, например, удаление аденоидов, полипов, исправление перегородки носа, применение аквамарис норм снижает риск местных осложнений и ускоряет процесс заживления. По статистике с возрастом учащаются обращения к лор-врачу, и это неудивительно, ведь у детей старше 3-4 лет банальный насморк нередко осложняется аденоидами или развитием синусита, то есть воспалением околоносовых пазух, заболеваний, требующих своевременного комплексного лечения. В лечении профилактики острых респираторных инфекций ринита, воспаление придаточных пазух носа хорошо зарекомендовало себя устройство Аквамарис. Сегодня для комплексного лечения многих заболеваний верхних дыхательных путей ринита, гаймарита, аденоидита лор-врач назначает промывание носовой полости морской водой, например, с помощью специального устройства Аквамарис. Это необходимо в первую очередь для элиминации, то есть удаления инородных частиц, бактерий, вирусов и слизи. К тому же такая процедура, что очень важно, создает отрицательное давление в соответствующей половине носа. После этого улучшается отток патологического содержимого из околоносовых пазух, что крайне важно при синусите. Ведь если пазухи не очищаются, заболевание может прогрессировать и вызывать неприятные осложнения. Процедура промывания с помощью Аквамарис устройства очень простая и безопасна. Для этого мы разрываем пакетик и высыпаем морскую соль в устройство. После чего наполняем его чистой водой до специальной метки. Перемешиваем и занимаем удобное положение перед раковой. Наклоняем голову вперед и слегка поворачиваем в сторону. Делаем глубокий вдох и задерживаем дыхание. Затем плотно прикладываем кончик устройства к ноздре, расположенной выше. Наклоняем устройство таким образом, чтобы раствор начал поступать в носовой ход и он будет вытекать из противоположной ноздри. Для удаления остатков раствора нужно просто высморкаться, не меняя при этом положение головы. Затем повторить процедуру с другой настрой. Важное преимущество устройства для промывания Аквамарис заключается в том, что поступление раствора в полость носа происходит самотеком, то есть без дополнительного давления, что позволяет избежать такого серьезного осложнения, как отит. К сожалению, как и любой другой лечебной процедуры, у промывания носа с помощью устройства Аквамарис есть свои противопоказания. Это детский возраст до 3 лет, опухоли и полипы носа, носовые кровотечения и увеличение аденоидов до 3-4 степени. Благодаря солям и микроэлементам морской воды Аквамарис устройство надежно промывает нос при насморке, гайморите, аденоидите, восстанавливает и защищает слизистую оболочку и предупреждает развитие простуды. К сожалению, простуда редко ограничивается только носиком. Довольно часто страдает и горло. Как известно, на страже нашего здоровья стоят миндалины. Они захватывают вирусы и бактерии, пытающиеся попасть в организм и инактивируют их. Однако в условиях активной работы миндалины могут просто-напросто перетрудиться. Они продолжают удерживать патогены и микроорганизмы, но уже не могут их обезвредить, превращаясь таким образом в своеобразное депо вредных вирусов и бактерий. Так формируется хронический тензилит. И после этого любое снижение иммунитета, промокшие ноги, холодные напитки в жаркую погоду могут привести к обострению. В такой случае не обойтись без консультации грамотного лора врача, который назначит комплексное лечение. В состав комплексного лечения для воспаления глотки у детей с одного года может включаться природные средства Аквамарис для горла. Гипертонический раствор Аквамарис для горла, содержащий повышенное количество натуральной морской соли, смывает гнойный налет задней стенки глотки, устраняя вместе с ним и возбудители инфекции. Благодаря полностью натуральному составу морская вода оказывает местное противовоспалительное действие, способствует поддержанию нормального физиологического состояния оболочки горла и укреплению местного иммунитета. Итак, мы поговорили с вами о естественном способе профилактики лечения насморка и воспаления горла. Разумеется, одного этого недостаточно. Необходимо помнить о закаливании, приобщении ребенка к спортивным упражнениям и часто пребывании на свежем воздухе. Но если уж ребенок все же заболел, помните о полностью натуральных средствах из семейства Аквамарис для лечения и будущей профилактики. Будьте здоровы!